От них зависит наша внешность, характер и способности. Их мутация сделала нас разными. Но в то же время очень похожими. Меня зовут Дарья Эдемиллер, и сегодня ближе к телу гены. Существуют ли гены алкоголизма и преступности, обязательно ли мы наследуем болезни наших родителей, и почему даже с помощью клонирования нельзя получить абсолютно одинаковых людей? Узнаем в этом выпуске. Ген – это участок ДНК, который несет информацию об определенном признаке организма. Всего их более 20 тысяч. Вообще ген – это участок ДНК, кодирующий информацию о каком-то белке. Не более того. А вот уже что именно за белок он кодирует и определяет функции этого белка. Совокупность генов в одном организме ученые называют генотипом, а то, как они проявляются внешне – фенотипом. На рассвете зарождения вида Homo sapiens мы, люди, выглядели практически одинаково. Темные глаза и волосы, смуглая кожа. Почему мы все разные? Это мутации. Благодаря мутациям мы разные все. Носы, уши у нас все разные, а и тем более животные. Посмотрите, почему. Эволюция вот привела к такому. Но за это разнообразие нужно платить. А чем платить? Болезнями. То есть мутации, они могут быть не только, ну так скажем, хорошие и нейтральные никакие, но и плохие. На изменения генов могут влиять радиационный фон, ультрафиолетовое излучение, экология, некоторые медицинские препараты, вирусы, а также, казалось бы, безобидные бытовые привычки. К примеру, серьезное химическое воздействие на организм оказывают стиральные порошки и декоративная косметика, в составе которых есть тяжелые металлы. Такие мутагенные факторы – причина серьезных осложнений генетических заболеваний. К самым часто встречаемым генетическим заболеваниям относятся наследственные заболевания, нарушение обмена веществ. И к часто встречаемым заболеваниям относятся также синдром Дауна. Если, опять же, родственники имеются с какими-то генетическими заболеваниями, то нужно как можно раньше узнать, являетесь ли вы носителями этих генетических заболеваний, чтобы вовремя провести профилактику этих заболеваний. Это, опять же, заболевания слабого звена, но есть такие моногенные заболевания, их очень много, это огромный список. К счастью, современная генетика освоила анализ ДНК, благодаря которому можно определить все потенциальные опасности и получить полную расшифровку генов. Стоит это исследование около 90 тысяч рублей. Так можно изучить большинство генов и определить, к примеру, склонность к ожирению или серьезному заболеванию. Но вовсе не обязательно, что они дадут знать о себе на протяжении жизни. Одному очень известному нашему ученому генетику сделали тоже геном, подарили на юбилей 70-летний, сделали полную расшифровку. Ну и стали расшифровывать. И нашли там такие гены, которые у него не реализовались. Причем серьезные такие заболевания, которые, если бы в начале жизни ему сделали, сказали, мне неизвестно, как бы жил. А он говорит, ну хорошо, я прожил 70 лет, все, у меня этого нет. И я спокоен. Так вот, стоит вопрос, надо ли делать такие исследования в начале жизни, чтобы потом с этим жить. И причем еще неизвестно, реализуется это или нет. Знакомьтесь, Дмитрий и Степан. Отец и сын. Дизайнер и девятиклассник. Им генетические тесты не нужны. Семейный недуг ни для кого не тайна. Ну у нас у всех сразу видно, что это влизорукость. То есть у нас, начиная с моей бабушки еще, у нас у всех роднее, все ходим в очках. Вот и это уже в каждом поколении. Родители, ну отцы вот у нас, отец мой и его брат. Мы, вот Степан. В сходстве Дмитрия и Степана сомневаться не приходится. Отличия же глазом не поймать. Главная разница в характере. Сын гораздо упрямее отца. Ну я думаю, что глаза, вот верхняя часть лица, а у меня мама. Все остальное? Да, да, ну это видно. Да мы похожи практически всем. Вот по характеру мы похожи сильно. Потому что у него примерно такие же способности. Очень умный, чем у меня музыкальный мальчик. У него хорошее аналитическое мышление. Ну у меня инженерное образование на самом деле, несмотря на то, что я специальность творческая. Склонности и задатки, они человека лишь подталкивают. А вот поведение, конечно, зависит от человека. То есть, что мы в основном наследуем, да, то есть мы наследуем там манеру разговора, голос, интонацию, да, какие-то привычки родителей. Но как мы вот это все перевернем потом в какую сторону, в дурную или в хорошую, это уже, конечно, зависит потом от воспитания. И вот, знаете, мне все-таки кажется, что вот эта вот преступность, да, или гены алкоголизма, они все-таки более, наверное, воспитываются, чем перенимаются от кого-то. Кстати, у Дмитрия есть брат-близнец. И его ДНК состоит из абсолютно таких же генов. Любопытно, что одинаковые гены могут быть и уклонов, но совершенно идентичными людьми, как и близнецы, они не станут. Нельзя, допустим, взять ген Пушкина, да, найти там гены, геном Пушкина вдруг, вот, вот, пофантазируем, и сделать опять Пушкина. Не получится. Абсолютно. Мы получим, да, набор генов, которые были у Пушкина, но Пушкина не будет. Ген, его строение, это, ну, как болванка какая-то, из которой дальше уже следующие этапы реализации этого гена, оно приводит к более тонкому проявлению и формированию тех признаков, которые мы имеем. Так и с родственниками. Нельзя предсказать наверняка, чей гену наследует ребенок, мамы или папы. С доминантными и рецессивными генами все приблизительно ясно. Карие глаза победят зеленые, а темные волосы победят светлые. Как в случае с дочкой Еленой Кузовкиной, главного редактора нашего телеканала. У меня мама красивая, но мне кажется, что я должна гордиться тем, что я похожа на папу. А почему? Мне нравится. Нравится быть черненькой? Да. То, что ты особенная, и на тебя все обращают внимание. Мне даже в Турции говорят «хеллоу». Карина учится в начальной школе, всерьез занимается танцами. Лена же – выпускница Института культуры, педагог с тенической речи. В детском саду никто из воспитателей поначалу не верил, что эти прекрасные барышни – мама и дочь. Я ее только родила, ее забрали в другое помещение. И ко мне в палату заходит санитарка и говорит «ааа, вот ваша вообще на вас не похожа, брови чернющие, ресницы длиннющие, копия, говорит, папы». На что я ответила, говорю «ну слава богу». Она говорит «вы уникальная женщина, другие говорят только не на папу». Я говорю «ну извините, я не от крокодила рожала, у нас папа красавчик». У нее совершенно определенная склонность, она артистка. И я уже вижу ее будущее, вероятно, это будет Институт культуры. Ну, если вдруг у нее будет тяга к каким-то наукам, то, конечно, препятствовать не буду. Но вот то, что она артистка, то, что она любит быть на сцене, она любит везде быть первой – это совершенно все мои качества. В целом генетика – сфера сложная. В интернете на самые популярные вопросы о генах масса мифов и выдумок. Но мы с вами все-таки попытаемся отделить зерна от плевел. Миф первый. У всех людей был общий предок. И это правда. Но родственниками нас из-за этого назвать нельзя. Генетически похожи мы благодаря одноклеточному организму, с которого началась эволюция. Миф второй. ДНК человека совпадает с ДНК банана на 50%. Это тоже правда. Здесь нет ничего удивительного. К примеру, с кишечной палочкой наша ДНК совпадает на 30%, а от шимпанзе отличает только пара процентов генов. Виной тому тот же общий одноклеточный предок. Следующий миф связан с таким явлением, как телегония. Это теория о том, что дети наследуют признаки предыдущих партнеров матери. Это, конечно, неправда. Теория ни разу не была подтверждена, а в возможных фактах слышали лишь из сплетен. Это невозможно, потому что в зачатии могут участвовать только две клетки – мужская и женская. Другому ДНК просто неоткуда взяться. Еще существует миф, что гены отцов сильнее материнских, а следовательно, ребенок обязательно будет больше похож на папу. Это неправда. Мы берем от родителей поровну, и то, как мы выглядим и на кого больше похожи, будет зависеть от сил и влияния генов, а еще от окружающих нас условий. Дальше поговорим об интеллекте. Считается, что его обычно наследуют от матери. Но нет. Способности разума также зависят от обоих родителей. У умных родителей обычно умные дети. Но гены – это только 50% успеха. Другая половина зависит от условий жизни и воспитания. Следующая тема – инцест. Считается, что ребенок близкокровных родственников обязательно родится больным. Это не совсем так. Науки известны случаи, когда у родственников, например, брата и сестры, появлялись на свет здоровые дети. Если в семье нет генетических болезней, то дети их и не унаследуют. Но, согласно статистике, в ДНК практически каждого из нас хранится какая-то болезнь. Подытожим самым пугающим мифом. Генно-модифицированные продукты вредны для здоровья. Это неправда. В начале нулевых в ряде ГМО было написано 6 научных статей. СМИ растащили их на цитаты, но несколько исказили действительность. ГМО расшифровывается как генно-модифицированный организм. Если уж говорить откровенно, то каждый из нас генно-модифицированный организм. То есть мы являемся результатом комбинации родительских генов. То есть мы модифицированы на генном уровне. Во-первых, любой геном защищен. Если бы так просто можно было внедриться в какой-либо геном, этот организм просто бы вымер. Мы постоянно потребляем в себя чьё-то ДНК. Любое растение, любое животное, которое мы едим, мы потребляем это чужое ДНК. И оно никогда не вмешивалось в наше. Оно не попадает нам в кровь, оно просто расщепляется и выводится. Оно не попадает в геномы наших бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Нет. Любопытно, что интернет пестрит материалами о том, что генно-модифицированные продукты запрещены в России, Германии, Австралии, Китае, Италии и ещё в 30 странах мира. Но все эти тексты датированы ещё 2015 годом. С тех пор учёные переосмыслили вопросы в ряде ГМО. Так же, как когда-то переосмыслили искусственное оплодотворение. Если в семье есть родственники, которые болеют моногенным генетическим заболеванием, то на этапе прегравидарной подготовки, если семья планирует искусственное оплодотворение ЭКО, то можно провести предэмплодационную диагностику, то есть сделать ДНК-диагностику вот этого моногенного заболевания эмбриону. И уже на этапе подсадки мы будем знать, есть ли вот это заболевание у эмбриона или нет. Это единственно возможное вмешательство в генотип человека. Изменения генов или генной инженерии людей запрещены законом по всему миру. Ученым позволяют только проводить опыты на эмбрионах не старше трех суток. А заняться генной инженерией есть чем. В мире существует более 300 генетических заболеваний. Если раньше считалось, что генетика – это просто зная гены, ты будешь знать, какой признак. На самом деле сейчас это оказывается очень и очень далеко от этого. И расшифровка генома, то, что произошло на рубеже веков – это всего лишь только начало. Если считали, что да, мы сейчас откроем, и все будет ясно, всех обследуем, всех вылечим. Оказалось, не тут-то было. Сегодня мы выяснили, что даже клоны не могут быть полностью одинаковы. И что победить генетику возможно. А еще что все мы носим в себе гены, которые могут никогда не дать о себе знать. К примеру, мне не достался мамин аналитический склад ума, зато достались дедушкины уши. Меня зовут Дарья Эдемилер, и сегодня «Ближе к телу» были гены. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин